здравствуйте это компания дом в дорогу меня зовут константин сейчас поговорим о биотуалетах и я думаю что этот видеосюжет будет интересен тем кто хочет сравнить американский биотуалет и европейский вот в данном в данном видео я хочу попытаться рассказать об отличиях европейского американского биотуалета вот до этого я все время рассказывал и говорил о том что что биотуалет это вообще шедевр произведения искусства это самое лучшее что только выдумано в автодомах и так далее и тому подобное отчасти это было так но сейчас я буду рассказывать о недостатках биотуалета о недостатках европейского биотуалета нет это не лукавство не цинизм не не что-то не не что-то такое очень плохое дело в том что раньше я не знал ничего о об американских биотуалетах а после того как у нас ну скажем так произошел караванинг по восточному побережью соединенных штатах я эксплуатировал американский биотуалет мне есть чем сравнивать ну в общем сейчас я расскажу что мне не нравится в европейском биотуалете то что я раньше предпочитал умалчивать но сейчас я вам расскажу правду конечно масса преимуществ но есть и недостатки и так давайте я вам расскажу на примере в общем что мы делаем когда нужно слить кассету биотуалета ну представьте вечер уже ложимся спать уже почти заснули вдруг кто-то из вашей семьи сходил в туалет и кричит папа а тут лампочка красная надо менять а не хочу с ним и не могу сходить в туалет но вот самая неприятная ситуация которая только может быть я говорю о европейских прицепах ну что мы делаем выходим открываем этот вот люк до берем вот эту кассету биотуалета и ручками держа в руках не 20 литров прошу запомнить эту цифру значит идем и выливаем все это дело туда куда положено ну вот видите в связи с тем что не везде есть гладкая дорога как в аэропорту приходится иногда и нести то что колесиками тут не покатишь особо да ну вот в общем то несём мы эту вещь несём мы эту кассету к септику ну вот принесли мы эту 20 литровую канистру к септику затем что мы делаем мы берем вот этот патрубок поворачиваем на 90 градусов открываем желательно это делать в перчатках потому что все таки мы касаемся всего этого дела и выливаем выливаем содержимое септик вот видите зеленая жидкость да и вот химия не всегда растворяет то что то что схеме не всегда растворяет то что там есть до остаются какие-то куски туалетной бумаги к наши какашки извините и приходится делать вот так да вот чувствуете что что-то забилось вот еще половина там жидкости и она не сливается и нужно вот вот так вот это и и трясти и выливать значит иногда они текут но в данном случае у меня видите вот из кнопки немножечко потекло и вот это вот вот этот палец оказался вот в этой зеленой жидкости в общем короче говоря хочешь не хочешь мы видим все это хозяйство и вот эта процедура мы держим ее в руках эти 20 литров а бывают вот такие кассеты в европейских автодомах большие и вот эту огромную кассету мы вынуждены трясти чтобы вытянуть из нее чтобы вы выкинуть из нее все содержимое которое не растворилась ну дальше мы закрываем все это дело слава богу пустую относим в прицеп или в автодом что у вас вот и после того как мы слили обратите внимание кассета 20 литровая да вот я сейчас не буду вставлять ее в свою нишу я просто расскажу про нее значит и так 20 литровая 20 литровая кассета значит в основном приходится ее носить вот так до 20 килограмм плюс ко всему так как не всего 20 литров если вас путешествует 4 человека то сливать ее нужно каждый день не раз в два дня не раз среди дня а именно каждый день да вот и приходится ее трясти потому что диаметр этого патрубка патрубка 55 миллиметров и в связи с тем что эта кассета биотуалета это устройство не простое но сложно видите вот здесь должно открыться здесь должна нажаться кнопка здесь должно что-то повернуться здесь должно что-то повернуться и так далее это все по сути дела какие-то соединения которые герметизируются с помощью так называемых орингов которые нужно обслуживать да и через полгода ее эксплуатации она просто банально начинает течь вот сейчас у меня потекла вот эта кнопочка то есть из нее она начала что-то там выходить да и в связи с тем что я да я не договорил связи с тем что диаметр трубы ну скажем так мягко говоря не соответствует стандартам при сливе приходится вот так вот трясти ее ну поняли да вот а сейчас я вам покажу как сливается черная вода из американских автодомов на примере нашего путешествия все переезжаем в сша и смотрим после ниагарского водопада нам нужно было провести процедуру под названием слиться в сша нельзя сливаться где угодно это можно делать только в кемпингах или на специальных станциях даже несмотря на то что существует химия для пил биотуалетов которая не портит окружающую среду в сша не то что нельзя сливаться где попало об этом даже подумать страшно вдоль автобанов или зеленая травка или цветы а если остановиться на обочине для того чтобы слить использованную воду то через пять минут к вам подъедет шериф и спросит чем помочь я думаю будет не совсем приятно увидеть то ради чего остановился ваш автодом вот тут мы вспомнили россии если вы остановились на обочине никому и дела не будет до того что вы сливаете использованную воду кроме того применяя зеленую химию вы не причиняете никакого вреда окружающей среде но если вы принципиально не хотите сливать на дороге в какой-нибудь овраг остановитесь рядом с дорожным туалетом и протяните шланг дернете за ручку и все в общем мы подошли как раз к отличию американской системы слива воды от европейской в американских домах на колесах нет никаких кассет для слива биотуалета ничего никуда не нужно тащить под прицепом или автодомом находится большой бак причем у американцев их 21 для серой воды другой для черной не один как раньше ошибочно было принято думать в россии а два оба бака большие сейчас я вам расскажу о сливе именно черной туалетной воды от ста до двухсот пятидесяти литров объем этого бака это значит вам не нужно сливать его каждый день естественно не нужно никуда его таскать для слива достаточно надеть на бак длинный гофрированный шланг и все помните диаметр трубы европейском доме на колесах 55 миллиметров здесь 76 этот диаметр соответствует всем канализационным стандартам это значит что ничего во время слива не застрянет и ничего не надо трясти в американском баке нет никаких кнопок отворачивающихся рычагов створа корингов и так далее он простой его не надо обслуживать а система промывки этого бака позволяет вообще не контактировать с ним подключили воду под давлением открыли кран и все он вымыт но вы можете мне задать вопрос а что делать если бак заполнился тогда когда я отдыхаю в кемпинге европейском доме на колесах понятно вытащил кассету отнес туалет и вылил американский бак то вытащить нельзя придется весь дом на колесах тащить к септику и тут американцы нашли выход из положения они придумали специальный мобильный бак все просто как только у вас заполнился бортовой бак мы берем гофрированный шланг соединяем бортовой бак с мобильным переливаем все в мобильный бак подцепляем его к фаркопу вашего тягача и отвозим к септику все гениально и просто и так подведем итог система слива в американских домах на колесах более удобно потому что нет никакой кассеты биотуалета и ее никуда не нужно тащить в связи с тем что американский бак в 10 раз больше чем европейская кассета периодичность слива раз в 10 дней они каждый день в связи с тем что диаметр гофрированного шланга в американском автодоме 76 миллиметров они 55 как европейском в американской трубе ничего не застревает и и не надо трясти в связи с тем что устройство американского бака простое и он не имеет никаких механических открывающихся частей он не течет и контакт биожидкости с руками исключен конструкция американского бака позволяет мыть бак под давлением не контактируя с биожидкостью вот так оказалось все совсем не так как нам говорили американская система слива воды гораздо удобнее так а вот в российских условиях тему эта штука будет полезна она даже не нужна просто остановился сливать можно где хочешь но тем не менее также нельзя да если вы интеллигентный человек то вы можете применять эту штуку и она гораздо удобнее чем вот эта кассета дурацкая которую тянуть нужно постоянно стоите на месте отдыха где-то мне ходить посреди людей а тащили просто подальше там где безлюдно да но преимущество до преимущество этой штуки каково кассета европейская кассета биотуалета которую вынимать нужно а она всего 20 литров поэтому раз в день ее нужно вытягивать и тащить и представьте вечером жена ложится кричит а вот у нас кассета за и вот и должен вставать с кроватого а тут бак 200 литров то есть ты стал в кемпинге стоишь две недели и две недели ты забыл про этот сортир понимаешь то есть вот в чем а когда она заполнена перелил вот сюда оттянул ее на колесиках и не слил все знаете как удобно по отношению к европейским в принципе что тут показывать больше нечего да если еще короче европейском автодоме маленькая кассета которую нужно сливать раз в день ну или раз в полтора дня в американском автодоме большой огромный 200 литровый бак который нужно сливать раз в 10-15 дней европейском сливается раз в день в американском сливается раз в 10-15 дней в европейском автодоме в касете труба всего 55 миллиметров поэтому там постоянно что-то застревает эту кассету приходится трясти в американском автодоме гофрированная гофрированный шланг диаметром 76 миллиметров поэтому там ничего не застревает в в европейском автодоме эту кассету нужно нести в руках в американском автодоме достаточно подсоединить шланг выкинуть его на три метра потянуть рычаг и вся жидкость биологическая жидкость выливается сама собой в европейском автодоме кассету нужно мыть фактически вручную в американском автодоме моется автоматически под давлением методом промывки бака с помощью воды высокого давления по сути дела городской воды в европейском автодоме через полгода кассета начинает течь из конструктивных элементов кассеты биотуалета в американском автодоме это практически исключено это если коротко но дальше выводы делаете сами